Ежемесячное оперативное совещание началось с поздравлений. Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Дмитрий Абаренов и депутат Московской областной думы Юрий Липатов поздравили работников сферы ЖКХ с прошедшим на днях профессиональным праздником. Александра Ускова, который сделал немало для развития Ленинского городского округа, с юбилеем. Я вас искренне поздравляю с замечательной датой, с двумя пятерками. Хочу вам пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни и работы хорошей, успешной еще на благо жителей Ленинского района. За прошедшую неделю единой диспетчерской службы было принято 459 обращений. В службу 112 поступило почти 5000 звонков. В том числе жители сообщили о незаконной свалке ТБО в поселке Молоково. Работа продолжается. Будем сейчас разбираться. Непонятно, что такое. В Молоково в субботу остановлены были 15 грузовиков, которые просто в очередь стояли, дабы выгрузить все, что не должно быть на нашей территории выгружено. Продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. На данный момент привито более 7 тысяч жителей. На прошлой неделе дополнительный пункт вакцинации открылся в Видновском многофункциональном центре. При этом заболеваемость COVID-19 в округе медленно, но снижается. За прошедшую неделю у нас было зарегистрировано 154 новых случаев зараженных коронавирусной инфекцией. С начала пандемии число зараженных составило 11 300 человек. Количество выздоровевших пациентов увеличилось на 130 человек и составило 8 215 человек. В рамках подготовки к весенне-летнему периоду МБУ Дорсервис активно занимается ямочным ремонтом. За неделю уже отремонтировано 450 квадратных метров дорожного полотна. Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Дмитрий Абаренов призвал не только усилить работу по ликвидации ям на дорогах, но и активно заняться вывозом снега. Сейчас начнет все таять, плюс 6 дальше. Просто утонут люди. Максимально прямо сосредоточиться на вывозе снега из дворовых территорий. Обсудили новые санитарные правила, принятые Роспотребнадзором, которые в том числе касаются работы ресурсоснабжающих организаций и УК. Теперь обязательно ежедневная влажная уборка всех помещений общего пользования и контейнерных площадок. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВИДНОТВ.